Теперь, самое важное, чат, это гирлянды. Потому что мы их все скоро будем коннектить. Вот это вот самое сложное, как будто бы. Как это делать? Вокруг каждой ветки. Ой, я знаю. Сегодня же день рождения у Димы Масленникова. Может, он хочет помочь собрать ёлку в своё день рождения? Брат! Бро! Я повесил гирлянды, повесил гирлянды и запутался, понял? И у меня запутались гирлянды, и я не могу ёлку собрать. Он сбросил. Стоп, стоп, стоп! Перед тем, как вы начнёте смотреть это замечательное видео, обязательно прожмите большой палец вверх, напишите комментарий и подпишитесь на канал Крид Лайф. Ну а чтобы не пропускать это в прямом эфире и смотреть это вместе со мной в прямом эфире, переживать те же эмоции, что и я, и это комментировать в прямом эфире, обязательно подпишитесь на мой Твич. Я стримлю там очень-очень часто. Ссылочки есть в описании. Ну а сейчас всем приятного просмотра. Е-е-е, всем привет, чат, ку-ку-ку, салют. Посмотрите, какое у меня практически новогоднее помещение. По цвету хотя бы. Шапка красно-зелёная. Красный, зелёный. Всё, есть в комнате. Короче, да, сбился режим, всё, теперь просыпаюсь поздно, мало чего успеваю делать, поэтому и на стримы время не остаётся, потому что просыпаешься и сразу идёшь там работать туда-сюда, суматоха предновогодняя. Я, короче, начал собирать ёлку. Думаю, соберу ёлку, сейчас поставлю в кадр, будет красиво, потом начну стрим. Потом подумал, а почему бы не собрать вместе с вами на стриме ёлку? Почему бы и нет? Верно? Вот кусок уже собран. Первый кусок уже собран. Я тут побывал у ёлсаком в гостях день назад два, и увидел у него сумасшедшую ёлку. И я понял, что я вот в этот же день, то есть у меня был план, я сначала еду к ёлсакому, потом еду, короче, покупать себе ёлку. Заехал к Вилсе, и говорю, братан, что ты сейчас вот хочу за ёлкой поехать? И он мне говорит, о, мы как раз сегодня снимали обзор на крутую ёлку. И мы заходим, короче, в комнату, и он показывает свою ёлку. Что она может, там какие-то сумасшедшие гирлянды, которые коннектятся с телефоном, и я такой, бля, братан, зачем ты мне показал эту ёлку, я теперь хочу такую же? Он говорит, да, брат, попробую вот у пацанов у наших спросить. Я спрашиваю у ребят, они говорят, блин, у нас ёлок не осталось, только с меньшим количеством гирлянд, возможно, одна, потому что все раскупили. Я, короче, начал, пацаны, найдите мне эту ёлку. Ну, потому что все, я увидел её, я хочу только её, потому что она очень крутая. И все, я нашел, раздобыл эту ёлку, вот, там меньшее количество гирлянд, но я докупил дополнительные. Именно эти же гирлянды дополнительные, крутые, которые коннектятся к телефону. Поэтому сейчас будем вместе с вами собирать эту прелесть. Что, погнали сейчас? Надо собирать. Короче, на самом деле здесь всё просто. Типа, первую часть я уже взял. Теперь разобрался, что из этого вторая часть. Сейчас только я откручу здесь. в этот новогодний вечер. Не самое подходящее время для того, чтобы тебе подарить этот замечательный букет новогодних цветов. Но все же я не могу не сказать тебе о том, как сильно я хочу отпарить тебя этим веником. Что-то типа того. Чуть не расправилась, да? Чуть-чуть не расправилась, как будто бы. Такое лёгкое, лёгкое, лёгкое ощущение, что она такая чуть плешивая. Плешивая. Ну блин, вы себе просто пока не представляете, что она может сделать. Сейчас. Мы сейчас всё сделаем, и потом вот нарешим. Говно это? Точнее, говно это? Или кайф? Здесь всё уже. Здесь уже ничего не сделаешь. Вот в этом месте и вот в этом. Уже всё. Это всё. Короче, нам надо повесить ещё вот это. Как это сделать? Кто-нибудь не может объяснить? Чё-чё-чё? Каждую веточку распуши. Чё? В смысле? То есть здесь каждую, если расправить, то, наверное, всё нормально будет. Пиздец. Сейчас будем распушать каждую. Увидимся с вами через час. Распушаем, распушаем. Вы, главное, ждите. Сейчас мы немножечко распушим, чуть-чуть совсем распушим ёлочку. Так, чуть-чуть осталось. Примерно ещё часа четыре, но так чуть-чуть совсем. Чутка, чутка распушиваем. Немножко взрывался. Но уже лучше не выглядит? Здесь ляпс, туда-сюда, бэмс. Тут бум-бум-бум. Вы понимаете, что я её никогда, я её никогда убирать не буду? Всё, типа, я распушил, на этом с меня хватит. Ёлка теперь стоит всю жизнь. По-моему, нормально распушили, да? Достаточно. Теперь самое важное, чат. Это гирлянды. Потому что мы их все скоро будем коннектить. Вот это вот самое сложное. Как будто бы... Как это делать? Вокруг каждой ветки. Блядь, а почему как хорошо? Ладно. Смотрите, вот у меня есть левая и правая. Типа, я разматываю обе и начинаю сверху их просто вниз херачить. Надеюсь, мне хватит вообще гирлянды. Ага. Это пиздец, чё. Блядь, ну в смысле, каждую ветку может просто как-нибудь, типа... Короче, мне лень так это делать. Вы бы знали, чат. Может вот так вот? Просто закинуть и всё как здесь. Буду ходить вокруг Ёлки хороводы. Сейчас будем хороводы собирать. Чат. Зачем я затеял это делать на стриме кто-нибудь? Можешь мне ответить вообще? Почему мне кажется, что это хреновая идея? Ладно. Всем приятного просмотра, чат. Запустите просто на x2 скорости. Блядь, ну ну на. Тут всё запуталось. Сейчас тут всё запуталось, пиздец. Кто может мне гирлянду захерасить? Ладно, я буду сейчас распутывать её обратно по кругу. Мал я эту ёлку, а? Короче, всё, блядь. Собрали. Нормально. И так сойдёт. Нахуй ты гирлянду. Ой, я знаю. Сегодня же день рождения у Димы Масленникова. Может, он хочет помочь собрать ёлку в свой день рождения? Брат! Алло. Бро! Я на стриме, если чё, бро. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чатик, всем привет, всем респект. Чатик, самый лучший у кого только у Егора Крида. Подписывайтесь на Егора Крида. Смотрите Егора Крида. Потому что, а кого ещё смотреть, кроме Егора Крида? Брат, во-первых, тебя все пишут, поздравляют с днём рождения. И я тебя поздравляю с днём рождения. Скажи, а чем ты занят свой день рождения? Вот я сейчас выкладываю ролик. Выкладываешь ролик? А потом что делать? Ну потом, ну я говорил, у нас есть план, вот если сейчас мы всё быстренько сделаем, просто забориться в пироге. А, понял. Ладно, бро, просто решил позвонить тебе, поздравить тебя с днём и сказать, что люблю тебя очень. Ну да, у меня тут небольшая запара, так скажем. Какая? Ёлку наряжаешь? Да не, не. А что? Ну да, ёлку наряжаю, сука. Не могу гирлянды сраные надеть. Я повесил гирлянды, повесил гирлянды и запутался, понял. И у меня запутались гирлянды, и я не могу ёлку собрать. Он сбросил. О, перезванивает. Ёлку собираю, в гирляндах запутался. Запутался, гирчи, мой маленький. Слушай, я могу сейчас 15 хелперов тебе с моего канала прислать, пусть они распутают тебе там всё. О, а есть такие люди, которые могут гирлянды собрать сейчас? Ну, в принципе, есть. Я могу, конечно, спросить, что они делают. Это странно, да, будет, если ко мне люди домой придут, которых я не знаю, чтобы гирлянды мне повесить? Ну, странноватый, конечно. Но, с другой стороны, это стрим на канале Игора Крита. Здесь может происходить всё, что угодно. Могут чуваки снять огромный кинотеатр. Другой непонятный... Блин, запретное слово. Какой-нибудь не сказать. Чудик, чудик, можно сказать, что ли? Чудик можно. Ладно, бро, короче, если вдруг будешь мимо меня проезжать, то заходи. Всё, бро. Чатик, всем любовь. Целую. У тебя, кстати, низкий заряд батареи. Давай. О, да. Но он станет выше после разговора с тобой. Давай, бро. Здесь нужна девушка, точно в этом вопросе нужна девушка, у которой стальные нервы. Я понял, я остался один на один со своей проблемой. Один на один с этой ёлкой. Вот так надо было, но мне никто не подсказал, мне никто не подсказал. Почему вот, типа, сделать трек, там, написать альбом, постримить, решить какую-нибудь сложную задачу, так просто? А ёлку нарядить гирляндой так сложно. Мотай на руку? Да, давайте. Сука, ебучая гирлянда. Но почему никто не сказал, что её надо сразу вот так не разматывать, а мотать? Не, я сдаюсь. Ладно, мотаем, блять, на руку. Имба, собираем себе браслет гирляндовый. Ага, это уже ближе к правде. Дээээм, сам! Я распутал эту суку. Дэм. Первая часть есть. What the fuck? Какие нахуешки идеи, иди нахуй. Я не знаю, насколько красиво получится в итоге. И какой будет итог всего того, чем мы сейчас занимаемся. Но я надеюсь, во-первых, что это все подключится и будет работать. Немножечко распушить еще. Чуть-чуть совсем распушить. Мы сейчас все это с вами будем подключать, если это все подключится, конечно. Мне сейчас надо будет с телефоном ходить вокруг елки, чтобы она считала диоды. Я скрылся в елке, Чак. Спасибо за рейд плюс один. Так, 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 так. damn Ага damn и чтобы вы понимали сейчас горят только те диоды которые были изначально на елке а те диоды которые мы только поставили они сейчас еще тоже загорятся вместе с ней короче все запускаем приложение ищем а как как сделать чтобы он сконнектил эту елку сложно,ну мы мы собрали елку это уже как бы победа это уже мега круто и красиво И это даже-даже то, что сейчас красиво Соединить, алло Понятно, родной, как соединить, ты деваешься Короче, давайте я, знаете, к вам покажу хотя бы так Короче, смотрите Ставишь, короче, типа радугу И видите, она другими цветами фигарит Смотрите, типа фейерверки Бум Бабам Фейерверк полетел Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду Бум Короче, крутая елка, с этим всем надо разбираться Все, ставим ночное небо И сидим Вот, прикольная елка Ну, я уже задолбался Пусть пока стоит так Я, если разберусь, то подключу максимальное количество диодов Чтоб это было достаточно красиво Но и так нормально Так, чат Помните Я, кстати, не знаю, будет ли этот разбор елки на ютюбе Но на всякий случай и чату, и ютюбу одновременно скажу Помните, на стримах мы говорили про адрес, про подарки Адрес, на который вы можете прислать подарки Я их всех соберу Все эти подарки соберу и на стриме покажу Я вам озвучу прямо сейчас адрес, куда вы можете отправлять свои подарки Записывайте, чат Детали Я это еще выложу себе в телеграм-канал Обязательно Если это видео смотрите на ютюбе А, ну этот кусочек по-любому будет на ютюбе Поэтому, ребята, отправляйте свои подарки Если вдруг вы хотите мне что-то подарить или хотели У вас есть замечательная возможность отправить подарки Оставить их на адресе, который я только что скажу Который есть в описании И мы соберем все эти подарки и откроем вместе с вами на стриме Итак, адрес Метро Давыдково слэш Кунцевская Улица Верейская, дом 29, строение 136 На КПП сказать селфбокс Время приема с часа до двух дня На складе при входе говорит, что доставка для Егора Все просто Все, я напишу еще в телегу для тех, кто не успел Можно из другого города Кстати, я не знаю Сейчас прошу Вопрос Ты на стриме говоришь еще Вопрос Эту адрес для подарков Можно ли подарки отсылать с другого города? Можно Если передать все данные курьеру То курьер также приезжает И говорит, что в определенное время, которое указано у тебя в информации Приезжает курьер, у него в комментариях к заказу должно быть написано Что на имя Егора подарок и у него заберут То есть только через курьера? Те, кто не из Москвы? Можно Кто не из Москвы, только через курьера Да А другого варианта нет никакого? К сожалению, нету Понял Но курьера это не проблема У многих компаний Не знаю, если захотят заморачиваться Пишут, а если за границей? Не знаю, Маш, попробуй, короче, найти еще какой-нибудь варик для тех, кто К сожалению, нету Правда Либо у каких-то боксов Ну, то есть, можно отправлять в боксы И там их оставлять Но, к сожалению, в преддверии Нового года Нету возможности эти боксы объезжать и собирать эти подарки Поэтому, если люди хотят сделать подарок Отправить себе То туда должны они заморочиться И это сделать Для них все организовано Где могут принять и положить в ячейку для хранения Согласен Ладно, давай, Маша Вот Все, доброго вечера Все верно Так что, чад, если вдруг кто-то хочет из Москвы И кто не из Москвы То придется либо заморочиться, либо забить Мы два часа с вами эту елку собрали Вы представьте, можете? Просто двушка